Доброе утро! Доброе утро! Если же где-то проблема все-таки кроется, то есть которая не позволяет улучшить состояние волоса, то, конечно же, народными средствами мы, к сожалению, не сможем помочь. То есть здесь нужно обращаться уже к более серьезным таким лечебным мероприятиям. У нас есть наглядный пример пожилой тюменки, которая благодаря советам своей бабушки добилась результата достойного попадания в Книгу рекордов России. Давайте посмотрим небольшой сюжет, потом продолжим. Я такая умница, я такая короля. Вы таких красавиц сроду не видали. Волосы шикарные. Вам и не мечталось. На троих готовили. Ни одной досталось. Лидия Афанасьевна Носкова могла бы попасть в Книгу рекордов России, как обладательница самой длинной косы. Волосы она отращивает уже 80 лет. Ни разу не стригла их, не красила и не делала химическую завивку. Мы решили измерить. Сегодня ширина косы 6 сантиметров. Длина 110. В распущенном виде еще больше. Метр 30. Сушит волосы бабушка Лида с детства без фена и это занимает всю ночь. Расчесывает не меньше часа. Хвастается перхоти и головной боли не бывает никогда. Секретом ухаживания ее научила собственная бабушка. Массажные щетки – табу. Только кедровый гребень и шампунь с медом. Кроме того, раз в неделю особые маски. Я мою ряженкой. Раньше кефиром делали, но там сгустки затревают. А ряженка плюс 4 жирности – отлично. Час-полтора я хожу в этой ряженке. Еще есть уникальное, удивительное, очень редкое средство. Узнаете? Наша крапива. Тоже заварим ее вместе, получая такой темный взвар. Но бабушка сказала, полоскать надо с температуры парного молока, потому что не горячей водой. Удивительно, но ни разу в жизни бабушка Лида не участвовала в конкурсах красоты. Говорит, некогда было. Вырастила троих детей и уже пятеро внуков. Все они восхищаются ее шевелюрой. Самый главный секрет – это в естественности. С детства я захотел иметь косички, на которые бантики носили раньше. Даже на улице слышу спасибо, говорят, особо мужчины говорят, как вы красивы с косой. Чисто русская женщина. Бабушка Лида планирует прожить до 100 лет и обещает косу не обрежет. Невероятные просто волосы. У бабушки Лиды, к тому же, и седых волос меньше, чем у меня. Мне тоже начать ряженкой пользоваться. Нет, может быть, все дело в волшебном кедровом гребне, которым она пользуется. Вот в чем вообще эффект от подобного рода расчесок? Действительно ли они гарантируют сохранность волос? По поводу расчесок, конечно же, они играют важную роль для волос. Так как при расчесывании мы делаем своего рода массаж волосястой части голов. И таким образом улучшается микроциркуляция корневой системы. Что впоследствии, конечно, приводит к улучшению роста волоса. Всеми ли расческами можно тогда расчесываться или нет? Выбирать нужно расчески комфортные для волос, то есть для кожи. Потому что если расческа будет, например, массажка жесткими металлическими зубьями, она может травмировать кожу. И, соответственно, это уже является вред, нежели чем положительные какие-то свойства. То есть если же вы выбираете гребни, которые из дерева, то нужно выбирать высококачественное сырье. То есть высококачественный материал, потому что расчески должны быть обработаны. Мы их должны мыть, ухаживать за расческами. Если это будет хорошее сырье, то качество расчески не потеряется. Если же это будет плохое сырье, то тогда зубчики, они становятся более такие, ну, расщепления появляются, да? То есть за зубинки. И при расчесывании волосы попадают в эти трещинки и рвутся. То есть это повреждает волосы. Поэтому, да, качество гребня имеет значение. Я бы хотел все-таки вернуться к кисломолочным продуктам. Тебе просто затеревало? Да. Что на их на волосы, не вновь? На дома, может быть, у бабушки просто гены хорошие? Или это работает? А кисломолочные продукты действительно играют очень важную роль, потому что мы должны понимать, что волос у нас состоит 85% из белка. То есть это, опять же, молочные кисломолочные продукты. В данном случае мы понимаем, что используя кефир, либо ряженку, либо другие кисломолочные продукты, они также обладают как своего рода кислая среда, которые являются таким вот по правилу закрытия чешуек и, соответственно, улучшают структуру качества волоса. Лидия Афанасьевна не сушит волосы феном, но большинство женщин современных это делают. Также мы можем принимать горячий ванна или горячий душ. Действительно ли подобные термопроцедуры могут нарушить структуру волос, и мы не добьемся определенной длины? Или вот горячий воздух в бане, например. Термовоздействия действительно очень вредны, так как они, во-первых, пересушивают состояние волос, а волосы становятся более ломкими, секутся, ломаются, что, конечно, уменьшает длину волоса. Когда и чем все-таки вы советовали бы мыть голову-то? Потому что полно шампуней, всяких разных. Да, все есть. Мыть голову мы должны по мере загрязнения, то есть у каждого свой тип волоса. То есть у кого-то волосы жирнятся достаточно быстро, соответственно, такие люди должны мыть голову ежедневно, если это требует того. А есть категория людей, которые имеют сухие волосы. То есть таким людям, конечно же, запрещается ежедневное мытье, так как оно приводит к более пересушенному состоянию волос. А средства надо тоже выбирать индивидуально, тоже смотреть, что идет, что не идет. Конечно, да. По типу волоса обязательно. Есть даже такое поверье, что нужно для людей, которые имеют сухое состояние волос и жирные корни, использовать даже два шампуня, которые мы должны чередовать между собой. То есть в один день мы используем один шампунь, который увлажняет, другой шампунь мы используем как салорегулирующие действия. Возвращаясь к индустрии красоты, сейчас очень много вспомогательных средств, в том числе и активаторы роста. Это просто рекламный ход или действительно работает? Очень важно знать, нет ли патологии корневой системы, потому что если есть патология, то это может навредить. И так как активаторы роста, они обладают все-таки улучшением кровоснабжения, стимулирующим действием, то при выпадении волос это строго запрещено. По консультации с трихологом только, да? Да, только по консультации с трихологом обязательно, потому что очень много приходит пациентов, которые используют различные салонные процедуры. Своего рода они сами по себе не вредны, но корневая система не всегда готова к такому косметическому действию. Я думаю, стоит подытожить уже нашу беседу. Как отрастить волосы, как у рапунцеля? Ну, в первую очередь, мы должны понимать, есть ли у нас генетическая действительно предрасположенность иметь красивые волосы, длинные волосы. Нет ли у нас патологий, нет ли проблем со здоровьем, которые могли бы тормозить рост волоса. Значит, в первую очередь мы должны понимать, что если мы хотим отрастить красивые и здоровые волосы, мы должны отказаться действительно от термовоздействия, от химического воздействия, так как это всё повреждает волосы. Далее мы должны правильно действительно подбирать средства гигиены. Это правильный уход, это увлажнение. Обязательно используйте бальзамы, маски после мытья, которые будут увлажнять, питать ваши волосы. Также вы должны обязательно правильно питаться, потому что питание – это залог красивых, здоровых волос. То есть никакие диеты, конечно же, стараться не соблюдайте в данном случае. Какие продукты, пожалуйста, кисломолочные продукты, обогащенные белком, можно употреблять. Каши по утрам, пожалуйста, мясо, морепродукты. То есть побольше жидкости, чтобы у вас были вот именно более увлажнённые волосы. Обязательно пейте поливитамины, тем более это в осенний период времени, когда их недостаточно в нашем организме. Ну и, конечно же, более серьёзные мероприятия для улучшения кровоснабжения. Всё-таки я бы рекомендовала к трихологам обращаться или к специалистам, которые лучше знают, лучше понимают, что нужно именно для ваших волос, которые вовремя могут выявить причину, может быть, назначить какие-то обследования, ну и подобрать те или иные средства для лучшего кровоснабжения в корневой системе, которые будут лучше ухаживать за вашими волосами. И тогда вы добьётесь более красивых и здоровых волос. Спасибо большое, Наталья. Надеюсь, ваши советы помогут нашим зрителям отрастить красивые и здоровые волосы. Редактор субтитров А.Семкин